Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого, Сергеем Подярковым, тот художник, который может обидеть каждого. Друзья, наш президент, недоразумент, по кличке Вовка Передозировка, срочно призвал нас немедленно организовать ему государственный переворот. Да, обеспечить передоз сможешь, дедушка Мороз? А там и перевыборы, а чтоб свалили нидоры, и зеленые шнидоры в голове со мной. Как говорит мне мой дружок Ермачок, нюхай Вовка в две ноздри, и кораблями нос по три. Потому что я когда накидаю с кокосом, у меня сразу в голове война заканчивается, и сразу эти звездочки и НАБУ едет в Малибу. О, этот вертолетный дятел, который не может двух слов связать на своей пресс-конференции, который хамит всем и вся, при этом обижается, когда его хамство к нему возвращается. Ребята, смотрите, а государственные перевороты всегда совершаются не по велению там оппозиции, противников, каких-то политических оппонентов нет. Главные организаторы государственных переворотов это глупость власти. Зеленский это приговор Зеленскому, потому что этот шизик, этот дурак и наркоман, главный организатор всех своих проблем у себя в жизни. И поэтому, если Вова попросил переворот, ну грех ему отказывать в такой мелочи. Ну что нам стоит, друзья? Ну мы же умеем. Поэтому отказывать Зеленскому в перевороте это просто дурной тон. Смотрите, сегодня они уже наехали на фопов. То есть они уже создали проблемы кучи фоповцев, а не кучу проблем селян. Ребят, когда я наблюдаю за этой, слава богу, что он организовал эту пресс-конференцию, когда я вижу этот бред, который он несет, послушайте, это не просто отсутствие логики. Это просто какая-то наркомания на марше. Это какие-то наркотические видения. Вот если просто пытаться логически вдумываться в то, что несет Зеленский, вот смотрите, он говорит, да, вот это я на другой термин. Если украинский народ вырешит, да, то я приду на другой термин. Вова, ты шизонько. Как могут люди за тебя решить, идти тебе или не идти? Никто не может решить ни за Порошенко, ни за Зеленского, ни за Ключко, ни за Разумкова, ни за Тимошенко, да не за Киеву. Идти или не идти в президенты, в депутаты решает каждый сам за себя. А народ уже отдает или не отдает свои голоса. Ребята, инфантильный наркоман-болван начинает свои видения экстраполировать с большого экрана. Как это? Если украинский народ решит, то он пойдет в президенты. Хорошо, Вов, а если украинский народ решит, чтобы ты себе в задницу засунул соломинку, ну, чтобы мы всегда могли понимать, когда у тебя отходят газы. Ну, нам вот интересно, чтобы ты не сдерживался, а чтобы мы всегда слышали. Если украинский народ решит, ты засунешь в задницу соломинку? Если украинский народ решит, что все свои речи и все выступления ты должен производить, сняв штаны? Ну, вот как перед роялем, когда ты выступал. Если украинский народ решит, да не может ни один президент так себя вести. То, что ты говоришь, это бредятина. То, как ты говоришь с людьми, и то, как ты обижаешься, когда тебе твою тупость и хамскую тупорилость возвращают и одевают на голову, это же признак того, что надо срочно остановить, госпитализировать, взять анализы, публично показать диагноз, понимаете, сплюнуть, перекреститься и никогда больше не выбирать такое убожество. Ребята, это ошибка политической природы и украинского народа просит путч. Ребят, ну, понимаете, грешно спорить с больными людьми. Мальчик просит, надо дать. Я не могу назвать вам точную дату, когда этот путч сбросит его к чертовой матери. Но то, что Вова будет лететь, как сраный веник, битый сцеными тряпками, это гарантия стопроцентная. Главное, что он подобрал вокруг себя коллектив, который, даже если Вова захочет остановиться, ему не даст. Сегодня, как мы видим, уже сыпется слуга народа, один за одним выходят, а будут выходить еще дальше и дальше. Ребята, наш с вами путч становится просто неотвратимым. Ребята, путч животворящий, вот этот государственный переворот, этот гребаный в рот президент себе обязательно выпросит. Потому что, если так долго выпрашивать звездюлину животворящую, она курлыкая прилетит и клюнет тебя, как жареный петух в одно место. И будешь лететь долго и вот очень прочувствовано давать показания, друзья мои, я очень прошу вас, я заклинаю вас. Мы должны оставить Зеленского в живых. Мы должны сделать все, чтобы его не задушили свои. Потому что, там, пристрелить, отравить или удушить Зеленского обязательно захочет ближайшее окружение. Мы должны спасти его от вот этих вот Ермаков, Татаровых, Демченко и прочей шушеры. Потому что, когда на самом деле начнется, они захотят убрать этого лишнего свидетеля их преступлений. И мы должны сделать все, чтобы Зеленский целый и невредимый, живой, ну, здоровый он априори быть не может. Потому что он чокнутый, он должен давать показания на своих подельников, ребята, размотать и показать. Пока у нас власть не сядет всей верхушкой, вот, понимаете, ее наступники никогда не будут вести себя лучше, чем попередники. Ребята, для того, чтобы жить хорошо и нормально развиваться, строить человеческую страну для людей, нужно обязательно создать прецедент. Нужно, чтобы власть, замаравшая себя преступлениями, попала в суд, за них ответила, получила статьи и села. Пока мы этого не сделаем, у нас будет вот та же самая вот эта беготня по кругу. Вот нам надо один раз довести до конца то, что Зеленский называет переворотом. А во всем мире это называется цивилизационный скачок. Революция, вот, от французской до бостонского чаебития, это цивилизационный скачок. И даже если такое тупое чмошное наркоманское дурло, как Зеленский, уже чувствует своим гнилым ливером, что нам цивилизационный скачок нужен во спасение страны, давайте не откажем дураку в его единственной вменяемой просьбе. Впервые за все свое президентство Зеленский сказал что-то разумное. Он впервые сказал то, с чем я согласен, черт побери, я согласен, переворот! Ну, путь или революция, это то, чего попросил Зеленский публично. О чем он объявил? Я понимаю, что с Ахметова организатор переворотов, как и с собачьего хвоста сита, он очень мощный коммерсант, но в качестве источника поддержки, вы знаете, я не против Ахметова. Ну, честное слово, не против. Если Ахметов будет передавать на Майдан дрова, шины, я отказываться не буду. Ренат Леонидович, если захотите помочь, я, кто кажется, у нас в Америце, heartly welcome! Ребят, Зеленский впервые попросил нас какую-то дельную, правильную вещь. Он попросил у нас переворот. И вот в данном конкретном случае надо пойти ему навстречу. Вот тут я даже настаиваю, что за нами не сожжает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова